Здравствуйте, еще раз, уважаемые участники нашего семинара. Сейчас перед вами выступает Джихсабаева Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, магистра технических наук, заместитель директора по учебной работе Центрально-Азиатского технико-экономического колледжа города Алматы. Тема называется «Закрытная технология в колледжах Республики Казахстан. Слово за вами, уважаемая Наталья Николаевна». Спасибо большое, Исбор Токтоваевич. Рада вас приветствовать от имени Республики Казахстан, от имени города. Очень рада, что мы начинаем с вами такую интересную работу по передаче информации от вашей страны к нашей стране. Я думаю, это будет интересно не только вам, но также будет интересно и нам. Мы тоже бы хотели бы услышать, как у вас организовано образование, какие у вас есть проблемы, может быть, есть какие-то особенные вещи, которые мы могли бы перенять и у вас. Давайте сегодня рассмотрим тему, обсудим ее. Это кредитная технология в колледжах Республики Казахстан. Итак, наши колледжи называются техническо-профессиональные обучения. В нашем техническом и профессиональном обучении в Республике Казахстан колледжи разбиты на два вида. Это высшие колледжи и простые колледжи. Высшие колледжи готовят специалистов среднего звена, а также готовят прикладной бакалавр. Прикладной бакалавр у нас работал в рамках экспериментальной программы, но уже после заключения, вот вы видите внизу, приказ министра образования от 2018 года, номер 500, там уже были внесены прикладные бакалавры по нескольким различным специальностям. Простые колледжи и бывшие ПТУ, то есть лицеи, готовят специалистов, это рабочие профессии, и специалистов среднего звена. Такие же формы обучения сейчас действуют в нашей стране. Внизу представлен закон Республики Казахстан, если хотите, вы можете с ним ознакомиться. В 2007 году он был принят, и постоянно он обновляется, дополняется. Сейчас у нас действуют всего три формы обучения для колледжей высших и для простых колледжей. Это очная, вечерняя и заочная. В этом году планируется с 1 сентября заочное обучение перевести полностью в дистанционное. Вы сами видите, что сейчас пандемия нам дала такой толчок, и мы сможем теперь спокойно заочное отделение перевести в дистанционное. У нас есть и различные порталы, и возможности, и видеоуроки, и материал готовый. Поэтому заочное обучение в этом году с 1 сентября будет переведено в полный дистанционный формат. Итак, какие же технологии и формы обучения сейчас действуют в Казахстане? Спикеры, которые были до меня, о некоторых рассказали. Я немножко остановлюсь на каждой из них. До 2018 года действовало линейное обучение. Что это было за линейное обучение? То есть организация учебного процесса была основана на подготовке специалистов по определенным дисциплинам. Когда же мы с вами перешли уже на модульное, модульное у нас было внедрено в 2018 году, что позволило данное модульное обучение? Во-первых, мы теперь определяем различные критерии, определяем результаты обучения, по ним определяем, какие же необходимо изучить модули, и по изучению определенного модуля вы можете получить определенную квалификацию. Что позволило нам модульное обучение? За время, например, 3 или 4 года обучения в колледже студент может получить 2, 3, а иной раз даже 4 квалификации. То есть получить 3-2 рабочие специальности и одну специалиста уже среднего звена. Причем, если вдруг через 2 года, например, он захотел бросить обучение, он может спокойно сдать итоговую аттестацию, госэкзамен и получить диплом, и уже пойти в высшее учебное заведение или пойти на работу. Если же он хочет продолжить свое обучение, он может получать последовательно каждую квалификацию, получать сертификаты. Причем сертификацию проводят у нас Национальная палата предпринимателей и сертификационные центры. Выдается 2 сертификата. То есть студенты наши, кроме тех дипломов, которые они получат после окончания колледжа, еще получают специализированные сертификаты, которые позволяют им в большей мере быть востребованы на рынке труда. Следующее – это дистанционное. К этой дистанционной форме обучения мы пришли недобровольно, принудительно. Каждая страна ощутила, насколько сложно было это сделать, но в Казахстане это прошло как-то плавно. Помогало не только Министерство образования, здесь же помогало Управление образования, городской метод-кабинет. То есть мы в течение двух недель смогли запустить бесплатные порталы, которые позволили нам создавать электронные журналы, расписания, электронные задания выдавать, выставлять. То есть это было все сделано в пределах двух недель. И вот уже больше целого года мы работаем именно как раз таки в дистанционном формате. То есть мы осуществляем деятельность с использованием информационно-фелекоммуникационных технологий. Спикер до меня рассказывал про дуальное обучение. Хочу остановиться всего пару слов. Да, дуальное обучение у нас уже внедряется в течение 10 лет, но до сегодняшнего дня дуальное обучение, до прошлого года, дуальное обучение было только в рамках элементов. То есть мы могли в пределах 40% выделить учебные практики, производственное обучение для того, чтобы перевести их на производство в компаниях. Но уже второй год выходит приказ о том, что дуальное обучение уже играет роль не элементного, а он уже играет полную роль. Это 60% от всего обучения переходит на производство. То есть мы принимаем на работу в качестве подчасовиков представителей, работодателей, которые ведут занятия либо у нас в колледже, на наших мастерских, на наших лабораториях, либо идут на свои заводы, на предприятия и проводят там занятия. Понятно, что практика ориентированное обучение – это самое, наверное, сейчас востребовано, потому что трудоустройство в Республике Казахстан ставится одним из самых главных приоритетов для выпуска специалистов. Ну и сегодняшняя наша тема посвящена кредитной технологии. Давайте начнем ее рассматривать. Для многих колледжей кредитная технология является новой. Ну вот был утвержден в 2018 году, вот ниже вы видите ссылка на приказ, ГОСО, Государственный стандарт образования, номер 604. И уже в этом приказе была размещена, был размещен модель кредитной технологии. То есть уже с 2018 года, то есть уже в течение двух лет, некоторые колледжи перешли не в эксперимент, а уже перешли на нормальную кредитную систему обучения. Итак, в 2002 году Казахстан перешел к кредитной системе обучения в высших учебных заведениях. Данный переход у них был совсем не плавный, то есть они в течение пяти лет пытались и внедрить кредиты. До сих пор у них не работает, я бы сказала, что кредитная система в том формате, в котором она должна быть, как она проходит за рубежом. У нас же уже до этого года это был рамк эксперимента, но уже с 1 сентября многие колледжи, я думаю, даже это процентов 90, перейдут на кредитную технологию обучения. То есть перейдут из линейной, это может быть модульно-кредитная, это может быть дуально-кредитная, то есть всевозможные виды взаимосвязи различных форм обучения будут присутствовать уже в колледжах в этом году. Что же такое кредитная система обучения? Итак, кредитная система обучения – способ организации учебного процесса, при котором обучающиеся в определенных границах имеют возможность индивидуально планировать последовательность образовательной траектории. До этого момента наши студенты видели типовый учебный план, работали строго по нему, учили только те дисциплины, которые давали мы, теперь же эта система меняется полностью. Давайте рассмотрим, что меняется именно в данном случае. Во-первых, для того, чтобы перейти к обсуждению кредитной технологии, мы должны с вами знать определенные термины и определения. Что такое кредит? Мы с вами привыкли варьировать часами, мы теперь будем говорить с вами про кредиты. Кредит – это один кредит равен 30 академическим часам, и один час – это будет 45 минут. Что такое обязательный компонент? Обязательным компонентом является перечень дисциплин или модулей, если это модульная технология обучения, которая представляет собой минимальный объем кредитов, установленных учебным планом в обязательном порядке. То есть будут у нас в определенной степени выбраны те дисциплины, которые обязательно необходимо будет изучить. А следующий термин – это компонент по выбору. То есть это перечень учебных дисциплин или модулей и соответствующих минимальных объемов кредитов, предлагаемых организацией при кредитной технологии обучения. Чем интересен компонент по выбору? То есть студенту будет предоставлен целый список дисциплин, которые он может дополнительно изучить, и преподавателей, которые могут вести эти дисциплины. И студенты уже по тому, какой отзыв имеют преподаватели, хотят ли они изучить эту дисциплину, будут записываться на данный курс. Соответственно, преподаватели, которые имеют низкий уровень квалификации, не будут иметь студентов. И плавно качество обучения от этого будет увеличено. Ну и самый главный человек, наверное, в кредитном обучении – это тот человек, который будет регулировать всю эту работу. Это адвайзер. В данном случае это преподаватель, выполняющий функции академического наставника, обучающегося по соответствующей специальности, который будет определять траекторию обучения. Итак, значит, мы теперь знаем, что такое кредит, что такое обязательный компонент, компонент по выбору, и, соответственно, адвайзер, который будет нам в этом всем помогать. Итак, давайте рассмотрим традиционную технологию обучения. Значит, традиционная технология обучения была основана на том, что обучающих приходил на лекцию, получал учебный материал, самостоятельно изучал или делал домашнее задание, и, соответственно, после выполнения лабораторно-практических заданий получал оценку. Чем же теперь отличается кредитная технология обучения? Обучающийся при выборе учебной дисциплины проверяет с помощью вот как раз-таки адвайзера наличие у него пререквизитов. Вы знаете, что такое пререквизит? Это то есть те знания, которые должен иметь студент для того, чтобы перейти к изучению новой дисциплины. То есть если он не знает, например, основ каких-то, он уже не может перейти к, например, если не знает основ информатики, не сможет перейти к основам программирования. Далее, если уже соответствует серия пререквизита, ему выдается УМКД, это учебно-методический комплекс дисциплины. Мы никогда не выдавали студентам полностью весь комплекс дисциплины, они примерно могли знать, что они будут изучать, но теперь, даже при начале учебного года, он получает полностью весь пакет по изучаемой дисциплине и может ее как раз-таки оценить. Затем проводятся лекции с преподавателями. Причем лекция с преподавателем будет проходить только тогда, когда студент уже знакомится с металлическим материалом, то есть придет к подготовленным на лекцию. Затем проходит занятие с РСП, это самостоятельная работа с преподавателем. То есть в данном случае студент будет выполнять какую-то практическую, там, лабораторную работу или читать какой-то лекционный материал, при этом будет присутствовать преподаватель и он может отвечать на некоторые вопросы, которые могут возникнуть. Ну и самое важное в кредитной технологии это наличие СРО, то есть самостоятельной работы обучающихся. Тут студент уже будет обучаться самостоятельно, то есть это будет дома, уже без преподавателя, он будет выполнять те задания, которые будут представлены для выполнения. Ну и если он выполнит полностью все, то есть будет участвовать в лекции, будет посещать СРСП и выполнить СРО, только тогда студент сможет получить уже свою оценку. Итак, какими же принципами должна быть обусловлена кредитная технология обучения? Мы с вами рассмотрим четыре основных принципа, которые позволят нам понять, что же такое кредитная технология обучения. Итак, это индивидуальная учебная траектория, это преобладание самостоятельной работы студентов, систематический контроль за учебными достижениями и накопительная система оценок. Итак, это четыре основных принципа, на которых построена кредитная технология обучения. Давайте рассмотрим каждую из них. Итак, первое – это построение индивидуальной образовательной траектории. Значит, студент первого курса составляет учебный план вместе с адвайзером, выбирает себе дисциплины по обязательному компоненту и выбирает себе элективные дисциплины, то есть те дисциплины, которые являются основными по выбору. Итак, причем в академических интересах перед всеми служебными институтами. Во-вторых, в последующих курсах учебный план должен быть составляться уже до 10 июля текущего года. Учебный план состоит из дисциплин обязательных, а также компонентов по выбору. Причем каждый год он может и эти дисциплины в течение года даже поменять. Например, если ему не понравилась какая-то дисциплина, он может уйти с этого курса и выбрать себе другой курс и начать в нем обучение. Это индивидуальная траектория. То есть студенты первого курса, например, одной квалификации могут учиться по разным учебным планам. Например, если несколько из них выбрали какие-то элективные дисциплины, которые нравятся им, другие – другие, в итоге получается, что у нас обучение даже на первом курсе уже будет индивидуальное. Дальше. Следующее – это преобладание самостоятельной работы при изучении дисциплины. В вузах самостоятельная работа студентов, она определяется в пределах 30%. В колледжах было принято, что все-таки и так у нас есть много производственных практик, преддипломных, которые тоже проходят на производстве, поэтому можно самостоятельно работу обучающихся сократить до 20%. Но если убрать эти практики и оставить эти 20%, они даже будут превышать 40% от общего числа обязательных часов, которые необходимо выполнить. и так, значит, из чего будет состоять один кредит? Один кредит будет состоять. Это лекции. Что-то подключается, да? Нет, прошу прощения, Наталья Николаевна, можем попросить Санту, пожалуйста, не могли бы отключить микрофон? Уважаемые слушатели, гости из Абхазии, да, спасибо большое, извините, пожалуйста. Я могу продолжить, да? Да-да-да, вы можете продолжить, наши участники отключили микрофон. Итак, согласно государственному образовательному стандарту, в котором написана модель кредитной технологии обучения, на один год предусматривается 60 кредитов, то есть это 1800 часов. Из этих 1800 часов 360 часов будет на самостоятельное обучение. У нас никогда столько часов не было на самостоятельном, мы давали только домашние задания. Теперь же более 20% это будет именно как раз на самостоятельное обучение. Следующая часть, это у нас систематический контроль за результатами самостоятельной работы. Раньше у нас с вами контроль был только в конце семестра в виде зачетов или в конце второго семестра в виде экзаменов. Теперь уже контроль будет осуществляться следующим образом. Во-первых, он будет осуществляться не менее двух раз в одном семестре, на восьмой и на пятнадцатой неделе. Эти проверки будут называться рубежным контролем. Рубежный контроль оценивается, исходя из 100 баллов по критериям, установленным преподавателем ведущих дисциплин. Если среднеарихметическое всех рубежных контролей меньше 50%, то студент не будет допущен до итогового экзамена. Если же студент получает двойку, то он может ликвидировать эту задолженность, обучившись в летнем семестре, опять изучив эту дисциплину и опять сдать экзамен. Причем летний семестр, его называют третьим семестром, он будет платным. То есть если студент вдруг получил, не дождался рубежной контроли или не выучил дисциплину на экзамене, он будет дополнительно доплачивать и получать уже оценку в летний семестр, если он хочет. Следующее. Как же будет формироваться итоговая оценка, которая будет получаться по дисциплине? Итак, во-первых, у нас с вами будет два рубежных контроля, это R1 и R2. Сумма этих рубежных контролей будем делить на 2, чтобы найти средний балл, и умножается на 60%. То есть получается, что рубежные контроли имеют даже больше значимость, чем экзамен. Экзамен будет умножаться на 40%, то есть четвертая часть от 40% от 100% будет являться экзаменом. И, соответственно, у нас будет рассчитываться итоговая оценка в процентном содержании. Дальше. Как же будет рассчитываться итоговая оценка? Итоговая оценка переводится в итоговую оценку в буквенном и цифровом эквиваленте. Оно представлено в следующей табличке. Итак, это оценка по буквенной системе, то есть ABCDF баллы, которые будут выставляться, процентное содержание, то есть наши баллы уже в 100-бальной системе, и, соответственно, наши традиционные значения. Только что я вам говорила, что у нас с вами при менее 50% не будет допускаться студент до экзамена. Вот согласно этой таблице можно увидеть, что если вы получили 49 баллов, соответственно, вы получили оценку 2. С двойкой экзамен не будет допускаться. В колледжах Республики Казахстан с 1 сентября, уже весь наш первый курс с 1 сентября 2020 года, мы оцениваем первокурсников именно по этой стабальной системе. И в зачетках выставляем буквенную систему и вот эти вот баллы. То есть если, например, он получил 100 баллов, в зачетке мы выставляем букву A и ставим баллы 4.0. То есть это уже внедрено было с 25 августа 2020 года и с 1 сентября мы все журналы заполняем в таком формате. То есть это был первоначальный переход к кредитной технологии обучения, чтобы студенты и преподаватели уже легко ориентировались в той балловке, в которой они будут оценивать своих студентов. Дальше. Следующий наш принцип, о котором мы с вами говорили, это оценивание учебных достижений на основе накопительной системы оценок. Многие сейчас говорят о том, что колледжи могут учить теперь не 4 года, могут учить и 2 года, и 3 года. Каким образом будет это происходить? Если студент захочет, он может обучить, выучить не 10 дисциплин, а 15 дисциплин в каждом году, и, соответственно, это сократит ему время обучения. То есть сейчас сроки обучения будут тоже варьироваться, и адвайзер будет корректировать эту работу. Каким образом это будет происходить? Это будет происходить с помощью расчета DPA. То есть если у нас для каждого курса будет рассчитываться DPA, при том, если на первом курсе он изучил 10 дисциплин, DPA будет рассчитываться только для 10 дисциплин. Если на втором курсе он изучил еще 10 дисциплин, соответственно, DPA будет рассчитываться уже на 20 дисциплин. То есть это накопительная система оценок. Какие же установлены переводные баллы? То есть если DPA будет ниже определенного балла, соответственно, студент не будет переводиться с одного курса на другой. Балл может быть выше, но ниже никак не должен быть. Итак, какие это могут быть баллы? Для переводной на второй курс, чтобы перевестись, у него должен быть DPA не менее 1,67, для третьего 2,0 и для четвертого 2,25. То есть если студент получает не менее данного балла, соответственно, он может переводиться на следующий курс. Если вдруг он не досчитал баллы, например, не сдал какие-то дисциплины, у него есть третий семестр, это летний семестр, на котором он может эти баллы свои подобрать, чтобы перевестись на следующий курс. Следующее. Я хотела остановиться на государственном образовательном стандарте, на модели учебного плана по кредитной технологии обучения. Чем интересна данная модель? Во-первых, эта модель представлена не просто кредитная, она представлена кредитно-модульная. Почему? Потому что у нас с вами есть базовые модули, есть профессиональные модули, причем, помните, я вам говорила, что студент может получить 3-2 рабочие специальности, а потом специалиста среднего звена. Так вот, как раз-таки это и основано вот именно на этой модели. То есть он изучает профессиональные модули по рабочей специальности, по одной, например, в которой будет 70% это обязательный дисциплин, 30% это уже придумывают сами колледжи, предлагают преподаватели, могут участвовать в этом работодатели, которые хотят, например, предоставить вам какую-то интересную тематику для изучения студентами. То есть может он выучить одну рабочую квалификацию, может получить 2-3, в зависимости от того, какая это специализация. Затем он получает последний год это специалист среднего звена, тоже, который состоит из обязательного компонента 70% и компонента по выбору 3. Есть у нас и промежуточная аттестация, это экзамен, есть и итоговые аттестации, это могут быть для специалиста среднего звена, это может быть защита госэкзаменов или защита дипломных проектов. Для рабочих же специальностей это будет просто госэкзамены. Есть у нас факультативы, которые предусмотрены 4 часа в неделю, то есть это обязательные факультативы, которые проводятся на базе колледжа. Есть еще и консультации, которые предоставлены около 100 часов на целый год. То есть можно их распределить на консультации по курсовым проектам, по экзаменационным дисциплинам, разбить на весь год, чтобы дополнительно изучить какие-то темы, которые были выполнены, выпады из учебного плана. Давайте посмотрим на итоговое обязательное обучение. Если бы это был простой модель простого модульного или линейного обучения, то у нас были стояли бы 10 часы. То есть в данном случае вот здесь у нас 3600 – это числи, 120 – это у нас наши кредиты. Поскольку на базе основного, то есть на базе основного, 9 класса, 1 год и 10 месяцев, то есть это получается 2 года, за 2 года он должен изучить 120 кредитов. Если вдруг он не изучает эти 120 кредитов за 2 года, эти 120 кредитов могут перейти на третий, на четвертый. То есть студент, если у него, например, нет денег, учаясь на коммерческом отделении, он может учиться и 5 лет. То есть, например, не платить сразу 400 тысяч в год, а заплатить только 200 и учиться уже в течение 5 лет, пока не получит полностью вот эти, не выучит все эти 120 кредитов. Если же это 3 года обучения, соответственно, он должен изучить 180 кредитов. Самостоятельная работа студентов – это вот 720 часов, 1080. Если это на базе 11 классов, то это может быть самостоятельная работа тоже так же 60, потому что обучается он после 11 класса. Есть у нас такие специальности, которые рабочие всего лишь 10 месяцев, то есть за один год, он уже тоже может получить свою рабочую профессию после 11 класса и получить диплом. Вот хотел бы представить вам один из типовых учебных планов. Я не знала просто, какие специальности есть в вашем колледже, но давайте вот остановимся на таком, что техническое обслуживание, ремонт сельскостехники. Значит, во-первых, в этой специальности у нас, смотрите, есть 3 квалификации. Две квалификации, вот в конце двоечка стоит. Двойка – это означает, что это рабочая профессия. То есть две рабочие профессии он получает за это время и получает на последнем году обучения уже специалиста среднего звена. это мехатроника. Давайте перейдем к Тупу и посмотрим его, как он выглядит. Видно? Гизбол, скажите, видно, да? Да, видно, очень хорошо видно, слышно хорошо видно. Спасибо. Итак, значит, типовые учебные планы у нас представлены приказом 553, были они утверждены в 2017 году, и, соответственно, с 2018 года, то есть уже в течение трех лет, мы уже внедряем модульные технологии обучения, когда студент может получить 2, 3, 4 квалификации в зависимости от специальности. Чем интересны наши типовые учебные планы? Тем, что в них расписаны, во-первых, все модули, которые необходимо изучить студенту, написаны нормативные сроки обучения, написаны, какие квалификации, сколько времени они должны обучаться. Вот в данном случае, смотрите, квалифицированы рабочие кадры. Например, получает он тракториста-машиниста специальность, изучает вот эти профессиональные модули. Потом он получает мастера по эксплуатации, он должен изучить вот эти профессиональные модули. Затем он после того, как он закончит три года обучения, он может остаться еще на один год и получить уже мехатроника, то есть специалиста среднего звена. И по окончании сдать уже итоговую тестацию и получить какие-то оценки. Что же такое модули и как дальше можно будет их расписать? Это тоже предусмотрено нашей программой типовой. Здесь представлены следующие. Давайте перейдем к профессиональному модулю, чтобы было сразу понятнее, что мы хотим показать. Итак, профессиональные модули. Значит, вот они, например, тракторист-машинист. Профессиональный модуль называется поддержание технического состояния. Что должен предусматривать данный модуль? Какие результаты обучения он должен изучить, ну, получить? Какие критерии оценки при этом он должен обладеть? То есть овладеть, различать должен, овладеть тем-то. Кроме этого, он должен изучить вот именно такие дисциплины. То есть, представляете, у нас типовой учебный план, он уже помогает разработать рабочий учебный план, в котором будут определенные дисциплины, которые будут входить в определенный модуль. И, соответственно, эти дисциплины будут позволять нам получить вот такие результаты обучения. Еще раз повторяю, данная технология у нас уже внедрена в три года. Многие колледжи перешли на это модульное обучение и работают в этом формате. То есть, например, изучив модуль, который состоит из двух дисциплин и, соответственно, практики, получается, он уже освоил данный модуль и может переходить к освоению следующего модуля. В данном случае давайте посмотрим, вот, например, следующий модуль, выполнение технического обслуживания. То есть, здесь у него только один, одна дисциплина, которую он должен будет освоить, но при этом он должен овладеть вот этими критериями оценки и получить такие-то результаты обучения. Далее перейдем к нашему показу. Итак, к чему же, что же нам дает кредитное обучение? Ну, для колледжа это способствует развитию автономизации и ответственности. Почему автономизации? Потому что мы становимся уже специфику, да, меняем. То есть, например, если мы колледж, скажем так, аграрный, будем готовить только аграрные специалисты. Если мы, например, айтишный колледж, будем готовить специалистов в сфере айти. Открываются новые возможности для сотрудничества, потому что именно компонент по выбору нам позволяет сотрудничать не только с работодателями, но и сотрудничать с вузами, например, для того, чтобы перейти уже не на второй курс поступить, а на третий. Мы можем изучить элективные курсы, которые позволят поступить нашим студентам уже не на второй курс, а на третий. Ну, соответственно, улучшается качество учебного процесса, потому что студенты будут сами выбирать себе преподавателей, выбирать себе дисциплину. Ну, и повышается качество студенческой мобильности. Если мы будем, например, вот сотрудничать с Абхазией, мы можем сделать типовые планы, которые позволят нам обмениваться студентами, например, там, второго курса, там, или первого курса. То есть мы согласны на обмен студентами, например, на хотя бы на один семестр. Что же дает работа для преподавательского состава? Для преподавателя, конечно, это поддерживается автономность и вариативность. Вариативность в том, что мы можем использовать различные виды дисциплин, методов, технологий. То есть эта кредитная технология позволяет нам быстрее развиваться. Кому как? Комуникативной связи. Конечно, коммуникация будет самым основным элементом, поскольку студенты будут входить в коммуникативную связь с преподавателями и уже тоже производить определенный отбор. Улучшаются, конечно, учебные программы, потому что они будут уже позволять их актуализировать по видам сотрудничества. Что же дает это студентам? Во-первых, расширяет выбор обучения за рубежом. Кредитная технология нам открывает возможность рассматривать учебные программы зарубежные. И, например, у нас несколько студентов ежегодно выбирают великобританские колледжи или вузы, да? И многие дисциплины они там, здесь у нас не изучают. Вот мы можем им предложить изучить дисциплины, которые позволят им поступить или выбрать учебное заведение уже за рубежом. Позволяет самим сформировать программу обучения. То есть, например, ему не нравится сегодня изучить машиностроение, он может это оставить на следующий год, а выучить, например, здесь основы экономики. То есть он сам планирует себе траекторию обучения. Ну и последнее, конечно, обеспечение признания периода и результатов обучения в зарубежном колледже. То есть мы сейчас с вами должны сделать настолько удобную систему, чтобы студенты могли спокойно учиться, учась у нас, например, в Казахстане, потом приехать в Абхазию или приехать в другую какую-то страну, и спокойно мог кто-то получить обучение уже при совместной работе. Поэтому вот мы очень бы хотели сотрудничать с колледжами, с вузами Абхазии. Нам было бы приятно проводить с ними различные мероприятия, пусть сейчас даже в дистанционном формате, но мы готовы на любое сотрудничество. Я думаю, что в последний день мы с вами заключим договора и начнем работать плотно над этим материалом. У меня, в общем-то, все. В данной презентации представлены контакты мои. Если хотите, мне можно будет написать или позвонить. Если вы хотите больше получить информации о кредитных технологиях, о дуальных, о наших законах и так далее. Большое спасибо. Спасибо большое, Наталья Николаевна, за очень интересную презентацию. Мне так думаю, вот эта презентация, лекция, будет не только интересна нашим абхазским коллегам, но и нашим коллегам, которые работают в казахстанских колледжах, так как на данный момент не все колледжи, как вы сами отметили, перешли полностью в кредитную систему обучения. Мне просто интересен один вопрос. Скажите, пожалуйста, какие специальности у вас реализуются на данный момент? По каким специальностям вы готовите своих студентов? Ну, у нас колледж айтишный, мы готовим специалистов в сфере айти, это программисты, это защита безопасности информации. Есть у нас специалисты в сфере кино, это телекоммуникационные и мультимедийные технологии. Есть у нас специалисты по робототехнике, то есть мы уже несколько лет, уже года четыре готовим специалистов по разработке робототехнических систем. Также есть информационные системы, вот я видела в аграрном колледже тоже есть техник информационных систем, есть и такие специалисты. У нас работает несколько видов, мы готовим специалистов по дуальному обучению, это у нас есть второй курс и первый курс. По модульному обучению у нас обучаются основные, это программисты и информационные системы. Уже в течение трех лет в следующем году у нас будет первый выпуск. По линейной обучаются у нас радиоэлектроника и связь приборостроения и системное администрирование. То есть мы плотно работаем над тем, чтобы перейти уже и на кредитную технологию обучения. Нам она нравится больше, потому что, во-первых, конкретное время проведения рубежных контролей, проведения практик, проведение, что у нас будет только 30 недель обучения. Поэтому в следующем году весь колледж будет переведен на кредитную технологию обучения. То есть получается в этом году только первый курс полностью перешли, да, на кредитную технологию? Нет, первый курс перешел на стобальную оценку. А так они уже обучались, да? Они обучаются по стандартной технологии, либо по модульной, либо по дуальной, либо по линейной, но оценивание стобальное, то есть по новому баллонскому процессу. А лекции тоже 45 минут, да, всего? Ну, сейчас у нас в период пандемии лекции 45 минут они в онлайне, и 45 они в асинхронном формате. Коллеги, может, у вас есть? Может, Санта вас заинтересовала тема? Вот, может быть, возникли какие-то вопросы? А у вас какая система обучения? Какие особенности? Как вы думаете? Вопросов нету, да, у Санта? Да, я слышу. Ну, если честно, вы так рассказываете, что все понятно, и пока что вопросов нету. А как в целом, как лектора вам понравились? Очень-очень. Спасибо за мнение. Может, у Динары... Спасибо вам большое, было очень интересно. И до встречи еще раз. Можно мне тоже добавить, прошу прощения, коллеги, я бы тоже хотела отметить Наталью Николаевну, ваше повествование очень понятное, доступное. Спасибо вам за очень интересный доклад. Я думаю, что нашим слушателям, и надеемся, что вам тоже понравилось. И, в принципе, вопросов действительно не возникает, потому что очень все понятно. Но я думаю, что во время практических занятий, скорее всего, наверное, будут какие-то вопросы. Если у наших коллег такой системы, такого именно системы образования, но, скорее всего, наверное, в одних материалах надеюсь, что мы сможем уже плодоторно работать. Вам большое спасибо. Действительно, очень. Огромное спасибо. Я хотела благодарность сказать вам, что все-таки участвовать в таком мероприятии, это очень для нас важно. Огромное вам спасибо, что вы нас позвали. Пусть даже это аграрные колледжи, но система обучения, она везде одинаковая. И неважно, на какой специальности мы готовим. Я думаю, что и наши абхазские коллеги тоже будут рады с нами контактировать и вести дальнейшую работу. Спасибо большое вам всем. Я думаю, тут абхазские коллеги тоже могут с вами заключить меморандумы, договора, сотрудники, потому что у вас такие интересные, например, специальности, как IT-технологии. То есть эти технологии сейчас уже везде на первом месте. Вы сами хорошо знаете, что сейчас перед аграриями ставится большая задача подготовить перед аграрными колледжами, вузами, подготовить специалистов, которые владеют азами информационных технологий. Потому что уже даже, вы сами хорошо знаете, даже трактора сейчас уже не те, как раньше. Там нужны навыки определенные, чтобы управлять такими машинами, тракторами, сельскохозяйственными машинами. Там везде уже компьютеры ставятся, везде компьютеризация идет. И поэтому я думаю, наши абхазские коллеги могут с вами сотрудничать в сфере создания определенных образовательных программ, где будут уделяться определенные предметы по IT-технологиям. Потому что сейчас, например, в университетах везде, вот, например, в аграрном, да, в Казахстанально-аграрном исследовательском университете ставится задача по всем специальностям включить в образовательную программу IT-предметы по IT-технологиям. Потому что сейчас агрономы также должны уже уметь пользоваться компьютером, не только так компьютером, а вот специальным оборудованием, который, да, вот управляет вот этими техническими процессами. И поэтому, я думаю, здесь очень важно. Поэтому вам очень большое спасибо, Наталья Николаевна, что согласились выступить перед нашими абхазскими коллегами. Я так думаю, что там были некоторые сложности, да, вот сам-то, может быть, я не ошибаюсь, что как бы с подключением были, может быть, какие-то трудности у абхазских коленков. Да, есть чуть-чуть, но есть, которые еще в деревне, им не удавалось, ну, как бы, из-за идеи. Вот, и поэтому я думаю, здесь вот нашу лекцию мы записали полностью, а завтра я вам ссылку закину, чтобы вы могли это посмотреть, посмотреть еще раз, послушать на моем YouTube-канале, чтобы, может, если будут у вас какие-то вопросы, вы можете туда же, вот, в комментариях написать. Наталья Николаевна сама зайдет, и там же будет отвечать на ваши вопросы. Ну, завтра у нас очень интересные темы. Санта, может, если у вас есть контакты ваших коллег, передайте, ну, у них тоже, вы уже получили, да, программу, как бы, завтра у нас интернационализация, да, средне-технического образования, там очень будут интересные лекции, две лекции буду читать, будет читать мой коллега Абдал Абдраманов, а третью лекцию я сам буду читать, делиться опытом Казахстанского университета, как строить отношения с зарубежными вузами и подготовить образовательные программы, совместные образовательные программы. Вот, спасибо вам всем, коллеги, за участие. Желаю вам хорошего дня для Санты, да, наверное, у вас день, а сколько у вас времени сейчас? Да, у нас сейчас 5.10.6. А, уже вечер, да, хорошего вечера, значит. Мы как-то с коллегами уже после работы работаем в течение 2-х часов, да, ну, 3-х часов. Я думаю, ну, первый день, как бы, первые лекции чуть-чуть были немножко сложности, да, с трансляцией, там, как бы, как поделились видео, да, там немножко озвучка была немножко плохая, но я думаю, вот, завтрашний день у нас будут хорошие лекции, хорошие презентации, а после этого уже по программе уже будут определенные курсы по составлению конкретных образовательных программ, которые мы согласовали с программой развития ООН в Абхазии, да, вот. Спасибо всем вам большое, хорошего вечера, До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.